всем привет что успели в жизни что увидели своими глазами где побывали то испытали чему научились из того что когда-либо хотели допустим что вы вполне здоровы все органы работают исправно руки держат ноги ходят спина прямая голова соображает живот не болит при современном уровне цен на медицинское обслуживание есть чему радоваться еще представим что вам удалось получить образование до появления егэ экзамен для меня всегда праздник профессор выходит вам уже немало лет четверть века землицу топчешь опроку но не будем смотреть на тех кто жил быстро и умер молодым у нас нет такой цели и все же у человека есть потребности и есть возможности которые далеко не всегда с ними совпадают хотя и могли бы так выпьем за то чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями хотели ли вы когда-нибудь научиться играть на музыкальном инструменте и и Субтитры сделал DimaTorzok А еще лучше научиться писать музыку, чтобы поражать и радовать окружающих и создавать новые шедевры. Или научиться рисовать, хотя этим гораздо сложнее кого-либо поразить. И тоже создавать шедевры, которых сегодня нет, потому что их никто не создает и никто не требует. Или хотели ли вы когда-нибудь заработать дан и получить пояс в восточных единоборствах и раскидывать гопоту, как фантики? Правда было бы здорово? Шедевры конечно не создашь, но поразить можно на раз. Чему еще можно хотеть научиться? Ориентированию на местности. Нырянию без акваланга. Управлению парусом. Вкололазанью. Скорочтению. Танцам. Программированию. Земледелию. Животноводству. Водопроводству. Древопилению. И массе других дел. А самое лучшее то, что любое из этих занятий можно было бы осваивать бесплатно и совмещать с учебой в школе. Если возник вопрос, как бесплатно? Об этом позже. Обычно, чем старше человек становится, тем меньше он тянется к новому. Особенно к знаниям. Но я думаю, что дело не только и не столько в возрасте. У взрослых масса забот и обязанностей, о которых современные дети и особенно подростки не имеют понятия, полагая, что им везде намазано медом. Нет, ребята, это не так. Перечитайте басню Крылова «Стрекоза и муравей». И все же вернемся во взрослую жизнь. Или нет? Сначала в относительно взрослую. Студенты. Золотое время беззаботного употребления запрещенных веществ и распутства на грани возможного. Я успел застать время, когда бюджетные места еще не ушли в мифологию. А наши учителя рассказывали легенды о том, как они в СССР на стипендию ездили по всей стране. Да что СССР, тут все понятно. Но ведь даже царская Россия отправляла студентов за границу за счет государства. Российская Федерация рассуждает, как тот мужик в анекдоте, который переносил уран в штанах. Хрен с детьми, зато внуков до конца жизни обеспечу. Ну так вот, студенты хотят, могут и должны путешествовать. Возможно, тогда будет меньше времени на ургии. Путешествия, как ничто другое, способствуют расширению кругозора. А чтобы путешествовать с комфортом, нужны не билеты в первый класс, а знания языков. Хочешь путешествовать? Учи языки. Хочешь учить языки? Забудь про оргии. Ну вот, вы отучились. Пора на работу. Пора подумать о карьере и семье. Хотя подумать стоило раньше, а сейчас пора делать. Только представьте себе, к 25 годам вы умеете играть на пианино. Танцевать бальные танцы. Ориентироваться на местности без карты. Разжигать костер мокрыми спичками. Ломать челюсти гопникам усилием мысли. Прочитывать войну и мир за неделю. Подоить быка и подковать корову. А кроме того, вы говорите на английском, японском, хинди и суахили. А еще, вы своими глазами видели статую свободы, лувр. Центра Токио. Тадж-Махал. И Килиманджаро. Правда здорово? И все это за счет государства. Потому что оно обеспечивает ваши познавательные и другие потребности. Круто, правда? Вдвойне круто. Потому что вы не сын министра, а из рабочей семьи. И были усыновлены из детского дома. Вот ты мальчишку усыновил, сироту. Это тебе аттестация. Апсикаться можно. Идем дальше. Вы женитесь. И вам, по случаю свадьбы, не приходится ютиться в съемной однокомнатной. Ведь государство стимулирует демографию по полной. И в ипотеки лезть тоже не приходится. Ведь в стране миллионы свободных квадратных метров жилой площади. Вы получаете четырехкомнатную квартиру в пожизненное пользование. А рядом с домом школа, садик, поликлиника, спорткомплекс, библиотека, универмаг, театр и парк. Вы скажете, это все, конечно, здорово, но я же буду пропадать на работе. И что толку со всех этих навыков и знаний? А я скажу, нет, вы не будете пропадать на работе. Более того, вы только начали получать знания и оттачивать навыки. Работать вы будете четыре часа в день. А все остальное время будете заниматься всесторонним саморазвитием. Воспитанием детей и научно-техническими поисками, которые позволят стране и человечеству сделать очередной шаг вперед на пути прогресса. Если вы спросите, куда столько свободного времени? А вот Карл Маркс говорил, богатство общества определяется количеством свободного времени у его граждан. Я скажу, например, сколько художественной, специальной, научной и революционной литературы вы хотите прочесть, но еще не прочитали? Или, как часто у вас появляется возможность для живого общения с интересными вам людьми? Или, как часто вы можете позволить себе, забыв обо всем, в течение часа, послушать симфоническую музыку? Или любую другую, которую вы любите? Наконец, как часто вы можете побывать в художественной галерее или просто посмотреть фильм, который сто лет уже не видели? И так далее и тому подобное. Вот то-то. А хотели бы вы сделать что-то выдающееся для своего города или поселка? Чтобы в нем стало больше достопримечательностей? Чтобы приезжие не ходили со скучающим видом? А глядели восхищенными глазами на то, что есть только тут? И это сделали вы. Ведь чтобы это что-то придумать и создать, нужны время и условия, верно? Меня, например, нисколько не радует, что в Петербурге есть Эрмитаж, в Москве Третьяковка, а в Красноярске, несмотря на статус родины Сурикова, в выставочных залах практически не на что смотреть. Советская власть не просто так повсеместно создавала школы, клубы, кинотеатры, галереи и прочее, а со вполне конкретной целью. Чтобы людям не нужно было ехать куда-то, чтобы создать или увидеть что-то выдающееся. Но вернемся на производство. Самое приятное то, что при рабочем дне в 4 часа у вас не жалкий месячный отпуск, после которого приходится долго входить в ритм, а двухнедельный, оплаченный государством отпуск каждые 3 месяца. И вы можете вместе с семьей побывать там, где уже бывали, и там, где еще не были, увидеть и узнать много нового, и выучить новые языки. Например. И чуть не забыл, вы ведь умеете не только играть музыку, но и сочинять. Поэтому раз в год вы устраиваете концерт в местной филармонии, и раз в 5 лет устраиваете зарубежное турне. С ума сойти. Нравится? Хотите так? А кроме того, вы не ждете выпуска новостей, чтобы узнать, что решил президент. Потому что вы узнаете об этом на еженедельном собрании партийной ячейки, где самые активные и подготовленные представители общественности решают все текущие вопросы, какой бы области жизнедеятельности общества они не касались. Ведь именно для этого, среди прочего, вам и была дана возможность получить высшее образование. А не для того, чтобы ныть по поводу очередной реформы, придуманной сволочами, которых вы сами выбрали на свою голову, чтобы пить пиво и смотреть чемпионаты по футболу. Согласитесь, вы бы себе никогда не подняли пенсионный возраст, правда? Но вместо этого, вы пропадаете на нелюбимой работе, чтобы выплатить банкирам проценты, которые только обесценивают национальную валюту. И у вас ни на что нет времени. Даже на сказку на ночь для ребенка. Правда ужасно? Не нравится? Ну так нехрен сидеть у параши и надеяться, что пахан, посадивший вас туда, даст вам освежитель воздуха. Хотите жить лучше? Боритесь! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok